Привет, Алюра, это Барби Феррера, и я покажу вам свой макияж за 10 минут. Так, первый шаг – увлажняющий крем от А.С. Клиникал. Он очень легкий на коже, это мой любимый праймер. Второй шаг – бальзам для губ. Я буду использовать этот консилер от Нарс. Нанесу его на всю область вокруг глаз. Ради этого я помыла все свои кисточки. Это так весело. Использую слегка влажный спонж. Конкретно этот из Таргета, от Рил Тикник. Мне было 10 лет, и я рисовала большие стрелки. Прямо серьезно, подозрительно большие стрелки. И в школе из-за этого часто были проблемы, потому что это был пятый класс. Пожалуй, я возьму призматику. Я нанесу тонкий слой, маленькой кисточкой. Пусть будет призма файв. Это нюдовый оттенок. Но он очень блестящий, так что наношу немного. Прямо совсем чуть-чуть. Я использую палетку Риал Фэнтези. Да, ребят. Я не знаю, что с ней произошло. Выглядит плохо. Но все равно... Я буду использовать эти два цвета. Юпитер и Махогани. Наношу прямо в складку века. Совсем чуть-чуть. Хочу, чтобы тени были едва видны. И сделать акцент на подводку. Я выбрала коричневую, так что будет очень сексуально. Лучший совет по макияжу, который я когда-либо получала – чистые кисти. Я не знаю, как донести, насколько сильно правильные инструменты все меняют. Но я, зная это, все равно мою свои кисти где-то раз в пару месяцев. Это портит мне макияж. И вообще-то подготовленные кисти – это все. Это буквально все, что нужно. Просто чистые кисти разных размеров. И можно создавать все, что угодно. Теперь я растушевываю тени другой кистью, потому что почему нет? Прелесть. Я колеблюсь перед тем, как перейти к подводке. Потому что мне немного страшно. Но давайте-ка откроем этих красавиц. Это Мэйбелин Тату Студио, коричневые, Дарк Хэна и Растик Браун. Сейчас выберем один из них. Так, этот слегка темноват. Я хочу более светлый оттенок. Не то чтобы светло-коричневый, но типа… В целом выглядит почти одинаково, но этот слегка светлее. Пусть будет он. Ух, так, давление возрастает. Давление возрастает, мы будем использовать Растик Браун. Мэйбелин Тату Студио. О боже, я так давно не использовала жидкие подводки. Обычно выбираю гелевые. Так давно. Говоря о жидких подводках. Обычно я использую гелевые, потому что мне нравится работать с кисточкой. Но и с жидкими, и с гелевыми, и прочими разными классными штуками я начинаю с хвостика стрелки. Мне больше нравится прямой хвостик. Я не увожу его вверх, потому что… Нет, это не для моих глаз. Так, сначала я рисую небольшой хвостик, пытаюсь сделать их одинаковыми на обоих глазах. Потом уже все остальное. Затем ватная палочка, слегка заостренная на конце, и я… Иду ва-банк, стираю снизу и придаю суперострую форму. Разные формы глаз требуют разных кошачьих стрелок. В этом правда. Подождем, пока они высохнут. Посмотрим, что получится. А то я слегка переживаю. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, ребят, они высохли, и это совсем неплохо! Теперь сделаем конфетку. Идеальную, прекрасную, восхитительную. Вот наш суперфинал. Эти красавцы. Очень советую, прямо очень-очень советую. Это IT's. Они супер, я покупаю их в Beauty Emporium. Беру их, плюс Биодерму. Они заостренные, так что аккуратнее. Делаем такой вуп-вуп. Я обычно слегка их тыкаю, чтобы смягчить кончик. Я использую эластичность кожи. О, да. Вы только посмотрите. Если выглядит нормально, не особо плохо, просто оставьте так. Совет профессионала. Итак, что дальше? Возвращаемся к палетке призматика. Я нанесу немного рефракта. Это очень светлый и очень блестящий оттенок. Я люблю акцент на внутреннем уголке. Это моя фишка на каждый день. Мне очень нравится этот цвет. Он не совсем белый, а почти голубой. Это прелестно. А теперь немного, прям совсем немного, добавлю еще и под бровь. Ладненько. У меня есть нарс в оттенке ваниль. Признаюсь, он достаточно светлый, так что мы его смешаем с другими продуктами. Я знаю, что это сумасшествие, но это чрезвычайная ситуация, если понимаете, о чем я. Нанесу немного на эту штучку, а теперь добавим оттенок банан от Бекки. Это Ultimate Coverage. Нанесу немного на руку и смешаю. Начинаю с области под глазами. Я предпочитаю легкие текстуры, так что... Ну, вы понимаете. Одного слоя хватит. Ой, все еще слишком светлый. Но ничего, домешаем, домешаем. Знаете, это почти как выпечки. Когда я делаю макияж сама себе, я часто косячу с кожей. То есть, где-то что-то не растушевала, потому что, ну, я не вижу. Или, ну, все то, что пропускают, все нормальные люди. Как все. Хорошо, теперь переходим к тональному крему. Ultimate Coverage. Becca Cosmetics. Отличный тональник. Смешаем несколько оттенков, а то моя кожа сейчас слегка странного цвета. Я смешаю кашемир и немного ванили. Я беру совсем чуть-чуть продукта на спонж. И наношу ровно это количество на все лицо. Вообще, мне не очень нравятся тональные кремы. Но они действительно в некотором роде завершают картинку, когда макияж... Ну, для особенного случая. Теперь я возьму вот этот стик для контуринга. О, этот стик. Цвет кентарь от Fenty Beauty. Пойдем моим любимым путем. Сначала нанесем на руку, потом растушуем кистью, а потом можно наносить. По классике, под скулами. Совершенно... ...обычный контуринг. Люблю делать контуринг. Это очень весело. Мне кажется, когда я была младше, я очень любила экспериментировать с макияжем. Впрочем, как и сейчас. Но я точно была более рисковой. Я постоянно красилась в свободное время. Это было моим любимым занятием. Мне очень нравилось как бы перевоплощаться в разных героев. Я рисовала кровоподтеки на лице, приходила в комнату к маме и посреди ночи, и такая, бу! Это была моя фишка. И все деньги, которые мне дарили, например, на день рождения, я спускала в Мак или Сефаре и покупала слишком дорогую косметику. И типа, одну кисточку, знаете, такой подарок себе на день рождения. Следующий шаг – румяна. Я использую Саннис Фейс. Оттенок Раэс. Он очарователен. Он довольно пигментированный, так что я беру маленькую кисть. И еще немного на нос, чтобы выглядеть еще милее. А теперь хайлайтер. Хорошо, возвращаемся к призматике, потому что я хочу нанести, ну, тот призмафайф еще раз. Сейчас наберем немного на пальцы и, похлопывая, и совсем чуть-чуть на кончик носа. Прелесть. Прелесть. А теперь милк мейкап. Совсем легонько, вот так. Мои брови совершенно черные, и это единственный гель для бровей, который подходит мне по цвету. Оттенок Дизель. А теперь тушь. Беру Мак. Фоллс Лашес. Это моя... любимая тушь. Губы. Я буду использовать Make Up For Ever. Фулл Скейл Раст. Бум. Я не люблю жесткие контуры и вот это все. Мне нравится делать вот так. И теперь цвет покрывает все губы. Отлично. Вот мой макияж. У нас тут коричневая подводка. О, о. Слегка такой дымно-коричневый эффект на глазах. Прелестный розоватый нюд на губах. Немного контуринга. И румянца. Немного хайлайтера. Слегка подчеркнуты брови. Аллюр, спасибо за просмотр моего макияжа за 10 минут. Спасибо, что оставались со мной. Надеюсь, вам понравилось. Продолжение следует.